Американские потребители уверены в будущем, но этого нельзя сказать о предпринимателях. Вчерашние отчеты из США вновь оставили неоднозначное впечатление. Деловая активность в округе Чикаго продолжает падать. И это дает повод предположить, что и данные производственного индекса АСМ сегодня также окажутся слабее прогнозов. В то же время индекс уверенности потребителей от Conference Board обогнал прогнозы и поднялся до уровня 101,3 пункта. А данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения. Для экспертов это новый повод предположить, что американцы вскоре начнут активнее тратить деньги. Однако пока такие прогнозы не оправдываются. В январе индикатор достигал самого высокого уровня за последние 8 лет, но это не помешало розничным продажам продолжить сокращаться. Жители США, несмотря на рост доходов и улучшение перспектив трудоустройства, предпочитают откладывать деньги. Возможно, причина кроется в плохой погоде этой зимой. Но, скорее всего, дело не только в этом. Инфляция в месячном исчислении с ноября по январь оставалась на отрицательной территории. И лишь в феврале товары и услуги незначительно подорожали. Весьма вероятно, что американцы начали откладывать покупки в расчете на падение цен. Такая тенденция может привести к раскручиванию дефляционной спирали и представляет собой серьезную угрозу даже для американской экономики. Впрочем, экономисты пока не спешат паниковать и предпочитают концентрировать свое внимание на рынке труда. Как ожидается, сегодня компания ADP, а в конце недели и Министерство труда США опубликуют новую порцию сильных данных. Это были новости на ИнстаФорекс ТВ. Всего вам доброго! Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал на YouTube.